Что-то у нас тут какая-то стрелка рекламируется или какие-то иные демоны-благоустройства. Я не являюсь целевой группой, так сказать. А также бенефициаром собственной этой рекламы. О, трансляция идет у нас. Всем здравствуйте, ставьте лайки. Это первое, что, можно сказать, вырывается из ваших уст. А что еще должно? Предложите альтернативу. Здравствуйте, дорогие слушатели. Надеемся, вы все здоровы, благополучны и смотрите нас внимательно. Это будет для общего эфира. Для общего эфира. Мы же не будем дискриминировать часть слушателей, которые пользуются радиоприема. Надеемся, что все слушатели совершенно здоровы. Что они все богатые и здоровые, а не бедные и больные. Надеемся, да, но... Но гарантировать не можем. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Там. Вы еще можете задавать ваши вопросы. Напомню, хотя если смотрите в записи, то уже не можете. На страницах Эх Москвы в соцсетях, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, под анонсом этого эфира можно писать ваши в комментариях вопросы. Я их буду собирать по ходу эфира и, соответственно, в конце задать. А где стекло? Не знаю, мы пришли, не было. Вообще Собянин все отменил. Вот только я знаю. Пришел немерюк и унес все заборчики с собой. Сказал, что режим самоизоляции закончен. Это не достоверная информация. Это интерпретация. Да. Описанного действия не происходило. Я на всякий случай поясню. Да и вообще, это же не эфир пока мы строим. Как это не эфир? Что за принадлежительное отношение к YouTube-зрителю? Да. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. В эфире программа Екатерина Шульман «Статус». 21 часа и 6 минут. Здравствуйте. Это программа «Статус». У микрофона Майкл Наки здесь, в студии, политолог Екатерина Шульман. Здравствуйте. Добрый вечер. В посткарантинном режиме, получается, или как теперь это называется? В режиме постсамоизоляции. Или, может быть, в режиме пониженной готовности. Не знаю, какой термин сейчас подойдет лучше. По крайней мере, видите, что вот этих вот плексиглазовых экранчиков, которые ранее отделяли нас друг от друга, больше нет. На YouTube-канале «Эхо Москвы» можно туда зайти и посмотреть. Все это транслируется, а мы переходим к нашей первой рубрике. Добрый вечер, дорогие слушатели. Как видите, видимые такие наглядные изменения происходят в нашей жизни от недели к неделе. И ведущие меняются, и студия преображается на глазах. Много довольно всего успело у нас произойти с прошлого вторника. Но начать хотелось бы с одного события, которое произошло буквально только что. Не имеет непосредственного отношения к карантину и вообще к любым противоветимологическим мерам, но имеет отношение к той режимной динамике, которая характерна для разнообразных автократий, расположенных в самых разных географических полюсах. Вот буквально несколько минут назад пришла информация о том, что скончался действующий президент Бурунди Пьерн Курунзиза. Этот человек правил этой центрально-африканской страной в течение 15 лет, с 2005 года. Он побеждал на разнообразных выборах. На одних выборах он даже побеждал в качестве единственного кандидата, поскольку все остальные кандидаты сняли свои кандидатуры в знак протеста. И, что интересно, в 2018 году он провел референдум о конституционных изменениях, которые, среди всего прочего, которые конституционные изменения позволяли ему править Бурунди еще до, по-моему, там было до 2034, кажется, года. Референдум этот он выиграл, несмотря на имеющиеся, так сказать, как обычно, претензии разных недоброжелательных наблюдателей, оппозиционеров внутри страны и международных организаций. А во вне ее, но, тем не менее, референдум он этот выиграл. Тем не менее, выиграв его, он был вынужден, поскольку все-таки референдум дался нелегко, он был вынужден через некоторое время заявить, что на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2020 году, он участвовать не будет. То есть он получил такое право благодаря вот этому самому конституционному референдуму, но, тем не менее, от него публично отказался. И буквально несколько дней тому назад, 25 мая, в Бурунди прошли президентские выборы, на которых благополучно выиграл его преемник. Тоже член местного генералитета, в Бурунди армия имеет большую роль во власти, как и во многих действительно африканских, североафриканских, центральноафриканских странах. В общем, преемника своего сумел он сделать президентом. Но буквально не прошло и, ну, прошла неделя, как внезапно этот 55-летний политический лидер, относительно молодой, скончался от сердечного приступа. Так что теперь преемник остался с всеми теми новыми полномочиями, которые обещает ему измененная конституция, но без отягощения в виде своего предшественника, которому он вроде как обязан, этим своим постом. А вот такие вот удивительные вещи происходят в авторитарных странах. Понимаете, вот эти все случайности, связанные со здоровьем, они действительно случайности, и они у каждого свои. И в этом смысле каждая несчастная автократия несчастна по-своему. Но надо сказать совершенно точно, что вы практически не найдете ни одного такого рода авторитарного режима, который на том или ином этапе своего развития не устраивал бы таких вот конституционных реформ, скажем так. По-разному они бывают оформлены. Реформаторы, получается. А вот именно конституционные реформаторы. Так вот оформлены они бывают по-разному, в том смысле, что в разной степени меняется сама структура власти, обычно усиливаются полномочия первого лица. Ну и почти всегда, почти всегда содержательной частью этих изменений является либо обнуление уже имеющихся сроков, либо отмена вообще ограничений на количество занимаемых сроков. Второе, кстати, ну не хочется говорить хуже, лучше. Это некоторая такая оценочная лексика. Но второе, скажем так, радикальнее. А те из них, которые поосторожнее делают, ну приблизительно как вот у нас, что вообще-то ограничения есть, и они даже делаются строже, я напомню, для тех, кто уже забыл во всей этой суматохе содержание наших с вами конституционных поправок, а слово подряд, роковое, из конституции убирается. То есть теперь все следующие наши с вами президенты, если мы их увидим... И если не будет новых конституционных реформ. А они увидят нас, да, то они будут иметь возможность только два срока подряд занимать свою должность. Вот это самое обнуление касается только одного человека, того, кто занимает эту должность именно сейчас. А все остальные новые полномочия, те, которые касаются формирования правительства, те, которые касаются полномочий по отношению к составам Верховного суда и Конституционного суда, они все достанутся преемнику. А вот это вот самое обнуление, оно такое, скажем так, ситуативное. Якобы. Подождите, ну что значит якобы? Написано так. Так написано. И за это или против этого гражданам предстоит проголосовать на конституционном голосовании, на всенародном голосовании 1 июля. В прошлом выпуске мы с вами довольно подробно останавливались на том, в каких условиях и по каким правилам будет это удивительное голосование происходить. В нем действительно довольно много экзотического такого, чего мы с вами еще не видали. И опять же, очень сильно надеемся, что и дальше не увидим, потому что все правила, по которым проводится голосование, касаются только его. У нас с вами до этого Государственная Дума внесла некоторые плохие изменения в электоральное законодательство, мы с вами об этом говорили, а то, которое касается, так сказать, настоящих выборов. Но вот это вот всенародное голосование 1 июля, оно описывается самой конституционной поправкой, то есть закон о принятии этих изменений в Конституции, он же описывает процедуру. И более подробно и, скажем так, в более прикладном виде они описываются инструкциями Центральной избирательной комиссии. А за прошедшую неделю что у нас с вами в этом направлении успело произойти? Значит, во-первых, успела разгореться некоторая общественная дискуссия на вечную тему участвовать или не участвовать. Граждане желают сформировать свою позицию, свою стратегию, потому что голосование идет долго, целых 7 дней. Предварительная регистрация для участия в электронном голосовании началась уже сейчас. Некоторые москвичи воспользовались этим. А значит, кто может этим, кстати говоря, воспользоваться? Давайте уточним. Мы в прошлый раз с вами рассказывали про голосование в шатрах и про голосование на свежем воздухе и про много всего интересного. С тех пор немножечко определилось вот что. Электронное голосование будет в двух субъектах федерации. Это Москва и Нижний Новгород. Петербургу отказали мстительно с формулировкой «У ЦИКа нет уверенности в способности местной избирательной комиссии обеспечить результаты, скажем так, и обеспечить легитимные результаты голосования». Это, конечно же, воспоминания о том позорище, которое было устроено в Петербурге одновременно с выборами губернатора. И они-то прошли невесело. А уж что там было с муниципальными выборами, это просто какая-то до сих пор продолжающаяся такая велотекущая катастрофа с непрерывными судебными процессами. Соответственно, Петербург не будет проводить электронное голосование. Москва и Нижний Новгород будут. Также, насколько можно понять из разъяснений ЦИКа, в Москве все-таки не будет вот этих вот участков на свежих воздухах. Эх. Да. В общем, под деревом или в шатре, в палатке и в шашлычной проголосовать будет все-таки нельзя. А поэтому надо понимать, что голосование будет проходить в тех местах, в которых они обычно проходят, а именно большей частью это помещение школ. То есть, а там камеры будут работать или непонятно пока? Вроде бы, опять же, прошу прощения за всю эту невнятность, но она происходит не от нас, она происходит от разъяснений ЦИКа, которые тоже не то чтобы непротиворечивы. Судя по всему, в Москве, по крайней мере, будет видеонаблюдение на участках. Это уже что-то. Ну, скажем так, присутствие видеонаблюдения, это лучше, чем его отсутствие. Тем не менее, вот эти вот некоторые ужесточения специально для Москвы, они, конечно, не перекрывают всей дикости тех условий, в которых проходит это голосование. Значит, мы сказали с вами о том, что голосование будет проходить большей частью в школах. Большей же частью и члены УИКов у нас, учителя многие из них, скажем так, также это бывают соцработники и работники системы ЖКХ. А, значит, мы с вами будем сегодня говорить еще об УИКах, потому что это такое ключевое звено всей избирательной системы. И еще и потому, что на этой неделе возникла такая, опять же, сетевая большей частью дискуссия, ну, где еще у нас может происходить дискуссия по общественно значимым вопросам, о так называемой забастовке УИКов. То есть, грубо говоря, что будет, если члены участковых избирательных комиссий откажутся выходить на работу. Их работа осложнена в этот раз в целом рядом обстоятельств. Ну, во-первых, собственно, угроза и заражение. Если прийти и проголосовать даже на стационарный участок, ну, можно себе представить еще, что можно сделать относительно безопасно, то сидеть там в течение 7 дней и, соответственно, быть той стационарной точкой, сквозь которую проходит поток людей, и это, конечно, приглашает к себе несчастье. Это правда. Значительное число членов УИКов не молодые люди. Еще одно обстоятельство. Как мы сказали, голосование продлится 7 дней. У меня нет внятной информации о том, получат ли люди больше денег за эту работу, чем они обычно получают за работу в течение одних суток. Я надеюсь, что да, потому что это в любом случае физически очень тяжелое испытание. Вот это вот сидение на участке, которое заканчивается потом, великой ночью, подсчета голосов вообще и для наблюдателя, и для члена комиссии. Физическая выносливость одно из первых качеств. Это такие должны быть вообще люди, марафонцы буквально, способные пробежать Айронмен. А тут это все еще растягивается очень сильно по времени. Ну и есть, конечно, политический момент, это голосование уникально по многим причинам, и будут люди, которые не захотят в нем участвовать с тем, чтобы, скажем так, не санкционировать его своим присутствием. Вот к вопросу, поскольку действительно, как вы упомянули, дискуссии масштабные, при этом в них часто всплывает расшифровка нашего предыдущего эфира, программа «Статус». Да, всплывают. Уверен, что будет на будущей неделе всплывать и расшифровка этого эфира. Поэтому вот эта популярная точка столкновения про санкционирование голосования своим присутствием, насколько она вам именно не с эмоциональной и не с этической точки зрения, но с утилитарной точки зрения, насколько это правдоподобный тезис? Обычно говорят, что, участвуя в каком-то голосовании, вы его легитимизируете. А также говорят о том, что для организаторов любого электорального мероприятия важна явка, которая становится показателем, таким видимым показателем того, что это действительно настоящее голосование, что в нем воля избирателей выражена. Вот, смотрите, много людей пришло. Что на это можно сказать? Значит, во-первых, давайте скажем одну такую базовую вещь. Чем действительно это голосование отличается от всех предыдущих? Такого рода дискуссии возникали и раньше. Они каждый раз на самом деле возникают между сторонниками того, что обычно называется бойкотом, хотя еще раз напомню, электоральный бойкот это не неучастие избирателей, это отказ от участия кандидатов и партий, которые призывают к тому же своих сторонников. Сами избиратели, сами собой бойкоты организовать не могут. Бойкот это политическая кампания, а не отсутствие действия. Это важный момент, мы его, сколько нужно, столько раз и будем повторять. Тем не менее, вот эта вот дискуссия, приходить либо не приходить, и что, скажем так, лучше выражает вашу гражданскую позицию, возникает каждый раз. И обычно считается, что сама по себе эта дискуссия вредна для оппозиционно настроенных граждан, потому что она их раскалывает и занимает их вот таким бессмысленным переругиванием друг с другом, вместо того, чтобы как-то объединить свои усилия и эту самую синергию направить на какой-нибудь созидательный результат. Старая русская мечта об объединенной оппозиции. Да. Так вот, в этом случае ситуация в некоторой степени противоположная. Это действительно новая ситуация, и те люди, которые говорят о том и рассуждают, как себя вести, они ее еще не осознают. Понимаете, все генералы готовятся к прошедшей войне, каждый из нас такой генерал. Мы не можем, сознание наше не догоняет изменившуюся политическую обстановку. Значит, чем она изменилась? Давайте вспомним, что в наших последних эфирах, когда мы говорили о дате голосования еще не назначено, я говорила о том, что организаторам голосования необходимо пройти в очень узкую щель возможностей между инфекционной опасностью и развитием общественных настроений, которые неумолимо катятся только в одну сторону. В сторону снижения одобрения, снижения популярности всех публичных политических институтов президента в первую очередь. Та же самая мысль была сформулирована моим коллегой Александром Кыневым в гораздо более жестком виде. Он написал следующее, что выбор организаторов между делегитимацией и провалом. Зловещая пауза в эфире. Понятно, что имеется в виду. Значит, если проводить голосование слишком рано, то оно не будет легитимно, потому что нет возможности провести нормальную агитационную кампанию ни за ни против, нет разрешения на какие-то публичные мероприятия, все происходит в спешке, опасность заражения заставляет прибегать вот к этим экзотическим формам растянутого голосования, надомного голосования, досрочного голосования, всех форм голосования, которые делают эту электоральную процедуру уже даже не плебисцитом, а аккламацией. То есть вот таким вот простым символическим одобрением. Как шутят остроумные люди в соцсетях, кивните головой телевизору. Если назначить его слишком поздно, то есть, например, осенью, то совершенно реальный осязаемый риск состоит в том, что результат будет отрицательный. То есть люди просто проголосуют против. Общественное настроение именно таковы. Назначение даты 1 июля говорит о том, что выбрали, в общем, нелегитимность для того, чтобы не рисковать провалом. В этом месте, как слышу слово нелегитимность, многие люди думают следующее. Ну а зачем вот им легитимность, когда типа того, что есть вот Росгвардия и автомобиль-каратель, да? Легитимность воспринимается как нечто такое, какие-то рюшечки, которые хорошо, что если они есть, но можно и без них обойтись. Но понимаете, в чем дело, дорогие слушатели? Легитимность, это самое таинственное из политологических понятий, это то, на чем едет автомобиль-каратель. Он сам по себе никого не защищает никогда. Он должен быть приведен в движение. И речь не идет только о том, что какие-то там, понимаете ли, сомневающиеся росгвардейцы не выполнят данный им приказ. Эрозия легитимности приводит к тому, что никакого такого рода приказ и не отдается. И целый ряд решений, опять же, не будем показывать пальцем на бурунде, принимаются заранее. Не потому, что кто-то кому-то пистолет у виска держит, хотя, конечно, нравы разные бывают. А потому, что есть некое общее понимание, в том числе, не только среди там какого-то оппозиционного электоранта, может, и бог бы с ним, Но и среди тех, кто принимает решения, и среди тех, кто их имплементирует, возникает вот это непобедимое ощущение, что так уже нельзя, надо что-то делать. И то, что было еще вчера для политической системы ее главным, основным активом, источником легитимности, становится, наоборот, для нее источником делегитимации. Как мы говорили уже в прошлый раз, и во много прошлых разов, в недемократических политических режимах власть на выборах действительно не меняется. Но она меняется в результате выборов или в их преддверии. Выборы и даже такие вот странные голосования – это важное политическое событие. Я продолжаю думать, по крайней мере, вот что называется, говоря из точки сейчас, что ресурсов на проведение электорального мероприятия пока есть. Хотя мы не можем быть уверены, например, в результатах в больших городах, крупных городах. Я думаю, что даже электронное голосование в Москве может тут обернуться к организаторам совершенно своей темной стороной. Это относительно новая система. Фальсификационных технологий для нее еще не то чтобы нету, но они, что называется, неопробованы, нет навыка, привычки нет. Вот. Любили организаторы электронное голосование за легкость привлечения административно-зависимого электората. Легко заставить людей зарегистрироваться и проголосовать. Но, понимаете, это же работает в обе стороны. И те, кто боятся, например, эпидемиологической ситуации. Да. И те, кто боятся эпидемиологической ситуации, и те, кто боятся вообще или не хотят, или ленятся прийти на участок, но при этом в нынешнем настроении своем хотели бы какую-то козу показать власти, условной власти, они точно так же легко могут зарегистрироваться на портале МОСРУ. И, соответственно, в любой из этих семи дней взять да и проголосовать. А в условиях, скажем так, тех нарастающих противоречий, которые существуют между московской властью и властью федеральной, мы про это пару слов еще скажем, как эти противоречия манифестировались на прошедшие недели. Так вот, в этих условиях Москве предстоит, видимо, еще раз перед Кремлем, в грубых терминах выражаясь, провиниться, потому что в Москве результаты будут не те, какие хотелось бы видеть. Я не утверждаю сейчас, что Москва проголосует против поправок. Но вот это вот прекрасного результата, там, 55% явки и 70% за, скажем, аккуратно, трудно будет добиться в Москве. Возвращаясь к вашему вопросу. Вот в этой вот перевернутой ситуации, то, что раньше было Цунгцвангом для, скажем так, противников электоральных мероприятий, становится Цунгцвангом для их организаторов. Все варианты плохие. Если вы не приходите, то да, действительно, вы не создаете явку. Это плохо. Если вы приходите, вы явку-то создаете, но вы голосуете против и затрудняете процесс фальсификации. Как мы говорили в прошлом, и давайте я скажу еще раз, фальсификации большей частью по преимуществу состоят в манипуляциях с незаполненными бюллетенями. Заполненные бюллетени против уничтожить довольно трудно. Поэтому, что называется, оба хуже. Если вы вообще против, то вы можете выбрать любую из этих тактик и, скажем так, поучаствовать в том неизбежном, что, вообще говоря, должно произойти. Как происходит это неизбежно? Простой пример. Предыдущие выборы президентские марта 2018 года, еще раз скажу, очень успешно прошли с точки зрения федерального и регионального политического менеджмента. Явка была приличная, скандалов особых не было, результат был красивый, все было хорошо. Протестами не сопровождалось. Как только выборы закончились, началось вот это вот самое, началось это самое падение рейтинга, известное под этим термином, которое продолжается до сих пор с ускорением по любому поводу. Оно не началось после повышения пенсионного возраста, оно было ускорено повышением пенсионного возраста. Оно не случилось из-за или во время карантина, оно было ускорено карантином. Что произошло, видимо, скажем мы теперь постфактум на президентских выборах? Был взят некий кредит у общественного мнения с вот этим вот несформулированным, но висевшим в воздухе обещанием каких-то перемен в политике, какой-то новой политической линии. Этого кредита хватило, чтобы, вы знаете, какие есть люди такие не очень разумные, не хочется никого обижать, которые на свадьбу берут кредиты, да? Свадьба у них отлично проходит. Тут тебе и песня, тут тебе и драка, и тамада, и угощение, и платье, все красиво, все хорошо, голуби летят, лимузин едет. Зато потом развод быстро наступает. На следующий день наступает осознание того, что деньги-то потрачены, отдавать-то надо, отдавать нечем. Отношения в семье портятся, говорят, от этого. Вот приблизительно такая же история у нас была с президентскими выборами. А теперь это второе такое же мероприятие, только в условиях ухудшающейся, ухудшающихся всех тенденций общественного мнения. Не все эти тенденции, между прочим, нас радуют. Когда я сказала о том, что снижается доверие ко всем публичным институтам, то это правда, оно снизилось даже к НКО, что плохо, да? Нам надо, чтобы люди доверяли НКО и вообще, чтобы у них институциональное доверие скорее росло, чем падало. Но оно падает, мы фиксируем то, что есть. Соответственно, значит, если вы, например, сторонник этих поправок, то, тем более, можете не приходить тут, и понятно, что без вас все уже, в общем-то, решат. А я тут должна присоединиться к тем многочисленным утверждениям, которые делались российскими как депутатами, так и, например, Аллой Панфиловой, председателем Центральной избирательной комиссии, о том, что поправки де-факто, собственно говоря, до юра уже приняты. Конституционная процедура пройдена, а не одобрена всеми конституционными субъектами, которые участвуют в процедуре изменения Конституции. Поэтому, как говорила Александра Панфилова, это вот только добрая воля президента, который захотел спросить мнение народа. Кстати говоря, это утверждение, которое звучит сейчас таким верноподническим, очень легко разворачивается и в противоположную сторону. Мы-то, говорят нам субъекты правозаконодательной инициативы, все приняли по закону. Но вот президент так хотел вот это вот, ну вот он нам вот это устроил теперь. Но это уже, что называется, повестка на следующий этап развития нашей политической истории. А еще пара фактов, на которые следует обратить внимание из того, что у нас случилось на прошедшей неделе. Мы говорили с вами о нараставших противоречиях между Москвой и, скажем так, и другой Москвой, между тем, что хотел и чего говорил мэр Москвы, и той информацией, так сказать, вводными, которые поступали из федерального центра. Значит, у нас с вами режим самоизоляции первоначально был мэром установлен до 14 июня, но внезапно, значит, он выступил и сказал, что уже с 9 июня часть этих ограничений снимается. Вот сегодня мы были счастливы выходить на улицу и кататься на такси без выписывания электронного пропуска. Это, конечно, чрезвычайно радует. 4 июня прошло заседание Совета безопасности, на котором, вот, видимо, обсуждалось, так сказать, вот это сложное сочетание, сложное противоречие между борьбой с эпидемией и необходимостью проведения конституционного голосования. А до этого 2 июня премьер-министр поручил Министерству юстиции, Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору проверить, проанализировать практику применения нормативных актов, принятых в период пандемии, в том числе актов, принятых правительством Москвы. Это поручение было довольно быстро выполнено. Ну, вот тут нам всякие ценные источники говорят, что чуть ли не сам мэр Собянин инициировал это поручение, точнее говоря, поддержал его, потому что действительно это произошло во время заседания Координационного совета, при правительстве, заместителем представителя которого он и является. Значит, что у нас ответило Министерство юстиции? Мы на эту тему имеем только его пресс-релиз, у нас пока нет самого доклада. Когда он выйдет, я с большим удовольствием его с интересом его прочитаю. Во-первых, как вы уже поняли, я люблю читать нормативные документы. Во-вторых, интересно, как они, что называется, выкручиваются. Минюст оправдал правительство Москвы практически полностью, сказавши, что все это происходило в рамках действующего законодательства, в пределах компетенции органов власти, что тут написано так вот с нажимом. Рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенное ослабление ограничений является доказательством с точки зрения Минюста того, что целью была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь. Сейчас прервемся на новости, а потом вернемся к программе «Статус» Екатерины Шульман. А чай вы принесут? 21.30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эйхе новости. Прокурор заявил, что актер Михаил Ефремов может скрыться и продолжить преступную деятельность, если будет находиться на свободе. При этом ведомство согласно с требованием Следственного комитета назначить ему домашний арест, передает ТАСС. Заседание меры пресечения проходит сейчас в Таганском суде Москвы. Поделу о ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову грозит срок от 5 до 12 лет. Жительница Ставрополя подала иск к бывшему суде из-за гибели ее сына в ДТП. Она требует от Максима Якуша 2,5 миллиона рублей, сообщил телеканалу «Дождь» адвокат Андрей Сабинин, который сотрудничает с организацией «Зона права». Авария произошла в мае 2018 года. Утверждается, что бывший судья из Карачаевой Черкесии выехал на встречную полосу, а в его машине нашли пустые пивные бутылки. Дело в отношении Максима Якуша возбудили только через полгода, а его задержание не сообщалось. В постановлении Конституционного суда говорится, что митинги нужно проводить только в специально отведенных для этого местах. В других местах, только если в так называемом гайд-парке, это невозможно сделать по объективным причинам. Такое указание содержится в постановлении суда по иску жителей Самары. На него обратила внимание русская служба BBC. С такой трактовкой не согласился судья КС Сергей Казанцев. Его особое мнение также опубликовано на сайте суда. Белоруссия вновь требует снизить цены на российский газ. Как сообщает агентство Белтона, на эту тему сегодня прошли переговоры по видеосвязи между министрами энергетики двух стран. Ранее президент республики Александр Лукашенко возмутился тем, что в год 75-летия Победы и Великой Отечественной войне Россия, по его утверждению, продает Беларуси газ дороже, чем Германия. Сервисы каршеринга не смогли сегодня запустить по минутной аренду автомобилей в Москве. В совместном заявлении компаний «Яндекс.Драйв» и «Белкокар» говорится, что они ждут распоряжения власти и столицы. По их словам технически, снять ограничения можно за 15 минут. Сейчас в сервисах доступны лишь тарифы для длительной аренды от пяти дней. С этого дня в Москве отменен режим изоляции и пропусков. О погоде в Москве 25 градусов, переменная облачность завтра 28.30. Переменная облачность и коротковременные осадки. Алексей Гусаров, служба информации, ЭХМОСКВА. Ждать ли нам Екатерина Михайловна обзоров на новые шедевры мировой анимации? Вы знаете, первый сезон новых смешариков завершился. Я его просмотрела, я бы сказала, не по одному разу каждый выпуск. Но я немножко опасаюсь до такой степени посвящать себя анализу смешариков. Ну как нерегулярная рубрика, почему бы и нет? Хочешь увлечься. Избыточно. А вы не бойтесь. И, кстати, должна сообщить, как этого избежания конфликта интересов, что благодарный сервис Кинопоиск прислал мне промокод на год. Я не просила их об этом, но они сами прислали. Да, и за это вы еще делали им бесплатную рекламу. Именно после этого я теперь опасаюсь дальше об этом говорить. Возьмите другой мультик какой-нибудь. Наверняка еще. Есть «Фроузен», весьма популярный. Я знаю, вам близкий. Там политическая составляющая во второй части есть. Вторую часть она есть, в том числе антиколониальная всякая повесточка. Вообще, знаете, как актуально. О, да не то что. Так что ждем. Пишите на канале Екатерина Михайловна в комментариях под этим выпуском. Так, что вот это было за запровоцирование? Запрос на новые обзоры. Мы продолжаем или рубрики? Мы немножко продолжаем. 21 часа 33 минуты. У микрофона Майкл Некки. Мы продолжаем программу «Статус» Екатерины Шурман. И перед переходом к следующей рубрике, пока не будем переходить, еще пару слов о событиях минувшей недели. Да, завершим мы с вами относительно вот этого вот расследования Минюста. В нем, что еще интересно, опять же, вот в этом пресс-релизе, в том, насколько настойчиво Министерство юстиции ссылается на нормы международного права и на практику органов Совета Европы. Там упоминается Конвенция о защите прав человека. А также сказано, что детальный анализ иностранной практики показал Минюсту, что в ряде государств Германия, США, Италия, Франция судебные органы проверяли порядок и обоснованность установления ограничений, сопоставимых с введенными в России, даже превышающими их по степени воздействия. Такие меры были призваны иностранными судами правомерными. То есть из того, что какие-то меры были признаны иностранными судами правомерными, следует, что меры, которые принимает правительство Москвы, также являются правомерными. А вы еще, дорогие слушатели, выражали опасения относительно того, не выпадет ли Российская Федерация каким-то образом из системы международного права. Никогда еще она не была так глубоко туда имплантирована. Вот уж колониальный Минюст. Ну зачем так сразу? Может быть, как равноправный, так сказать, член Россия там участвует. Значит, что еще нам с вами надо сказать? Мы следим, долгое время следили за тем, что происходит в наших вольных северных областях, которые успешно борются со всякими навязываемыми из Москвы безобразиями. Значит, прямо сегодня у нас такой случился некоторый документационный, ну не хочется говорить, финал, потому что ничто не заканчивается, пока не заканчивается. Но, тем не менее, довольно такой выразительный полуфинал истории с так называемым эко-технопарком Шиесом. Значит, было заседание правительства Архангельской области, и был там вопрос о расторжении соглашения о сопровождении инвестиционного проекта. Соглашение это было между правительством Архангельской области и, собственно, вот этим вот ООО технопарк, который должно было возводить эту самую мега-свалку. Архангельская область в одностороннем порядке расторгла это соглашение. Таким образом, этот, так сказать, проект лишается тех налоговых льгот и преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты. Таким образом, он может стать для этого инвестора просто даже вот невыгодным, я бы сказала, сугубо экономически, а не только политически. Я напомню, что в Архангельске было вынесено несколько судебных решений местными судами. В частности, были признанными незаконными стройки на месте вот этого самого будущего мусорного полигона. Что интересно, это судебная тяжба, которая вот закончилась победой противников этого мусорного технопарка, она началась по инициативе администрации местного поселка, то есть в Архангельской области. Местные, по крайней мере, власти на стороне своих граждан, а те, которые не на стороне, как, например, бывшие губернаторы, они становятся бывшими губернаторами через некоторое время. Опять же напомню, что за прошедшие несколько дней эти же территории сумели отбиться от референдума об объединении между Архангельской областью и Ненинским автономным округом. Было уже официально заявлено, что в этом году, по крайней мере, в 20-м этого референдума не произойдет. Напомню, что он должен был случиться в сентябре вместе с единым днем голосования, и по плану должен был как-то, так сказать, составлять ядро повестки нового губернатора, ныне, значит, временно исполняющего обязанности, что должно было заставить всех забыть про эти неприятные мусорные проблемы, и вот исключительно душой как-то увлечься этим вопросом с объединением тоже как-то вот не вышло. Что мы из этого можем извлечь? Ну, опять же, не все регионы похожи на Архангельск, а также на НАО и на Коми. Но, тем не менее, упорные, долгие и солидарные действия имеют эффект. А мы переходим к нашей следующей рубрике. Азбука демократии. Итак, буквой У продолжает нас с вами интересовать. Наш сегодняшний с вами термин – это участок, под которым мы будем подразумевать избирательный участок. А также поговорим мы с вами о том, что такое, собственно говоря, вот эта аббревиатура, которую так часто вы можете сейчас слышать – участковая избирательная комиссия или УИК. Что такое избирательный участок? Избирательный участок – это территориальная единица, которая образуется в период выборов и референдумов с целью голосования и подсчета голосов. Значит, территориальные комиссии действуют на территории избирательных участков. Там находятся списки избирателей, обладающих правом там, собственно говоря, голосовать. По нашему с вами законодательству не должно быть на одном избирательном участке больше трех тысяч избирателей. То есть не должно быть к нему приписано больше трех тысяч человек. Бывают меньше, больше, соответственно, быть не должно. Существуют всякие особые избирательные участки, как то, те, которые формируются за пределами России, те, которые в труднодоступных местностях, на судах, на полярных станциях, в воинских частях, а также, новация последнего времени, цифровые избирательные участки также бывают. Но в основном избирательный участок представляет собой, собственно говоря, вот это вот место, куда вы приходите для того, чтобы проголосовать. Так было, что называется, не всегда. Избирательный участок в его современном виде возник, постепенно сформировался, с появлением в практике человечества всеобщего избирательного права. Значит, до этого никаких списков избирателей не существовало. Поскольку избирательное право было распространено только среди довольно ограниченной категории граждан, то предполагалось, что и так они все знают друг друга в лицо. Поэтому вот эта вот проблема верификации, она тоже относительно недавняя. Ну, например, в Соединенных Штатах и Великобритании раньше на выборах сидел судья, к которому должны были подходить все голосующие, значит, класть руку на Библию, произносить клятву, и после этого они голосовали. Вот этот самый судья, он и был верификатором. То есть он, собственно говоря, отвечал за то, что вот эти вот люди действительно здесь голосуют, и они приходят, например, по три раза. На самом деле история избирательных фальсификаций знает много приемов, и вот эти вот все злоупотребления, они прославлены в том числе и в классической английской литературе, можно про это все прочитать. Но избирательных каруселей среди них не было, поскольку, еще раз повторю, избирателей было мало. А вот эти вот списки и идентификация, они пришли тогда, когда после очередной волны демократизации количество избирателей резко увеличилось и постепенно выросло до всего человечества старше 18 лет и нелишенного дееспособности. Где обычно люди голосуют? Сейчас нас этот вопрос очень сильно занимает, потому что, вот видите, всякие инновации вроде голосования под открытым небом, под сенью струй, они у нас вводятся. Как минимум, где голосовали раньше? Где голосовали раньше? В до 2020 апокалиптический год. Значит, когда, опять же, избирателей было мало и выборы происходили относительно редко, то обычно происходили они, ну, например, в какой-нибудь городской ратуши или в, скажем, здании суда. Это должно было, наверное, как-то нагонять должной торжественности на всех участников мероприятия. В странах, скажем так, англосаксонской традиции до сих пор бывают, например, в церквях устраивают участки избирательные. Но тут надо сказать, что наша с вами практика, она является достаточно общераспространенной. Конечно, школы это такое удобное место, потому что они везде есть. Они тоже, в общем, расположены приблизительно по тому же принципу, там, одна на сколько-то тысяч человек, поэтому удобно там устраивать эти самые избирательные участки. Существует несколько довольно занятных политологических исследований о том, каким образом обстановка, в которой люди голосуют, воздействует на их голосование. Поскольку известно, это, кстати, тоже имеет прямое отношение к первой части нашей программы, что, в общем, скажем так, не то чтобы большинство, но значительное количество избирателей принимает решение вот непосредственно в момент голосования, вот когда они заходят в кабинку, вот там-то они и придумывают, как им голосовать. А до этого как-то было некогда им об этом поразмыслить. То, соответственно, та обстановка, в которой все это происходит, она на них действует. Ну, например, там считается, что если, соответственно, у вас избирательный участок расположен в церкви, то там вы будете голосовать как-то более, скажем так, консервативно. Вообще вот эта вот вся обстановка власти, она воздействует несколько устрашающе на избирателя, побуждая его к более лояльному, более, соответственно, консервативному голосованию. То есть в каких-нибудь барах и клубах надо делать избирательные участки, если мы хотим протестный электорат побудить голосовать. Вы знаете, я думаю, что вот наша более привычная школьная обстановка, она по-разному может воздействовать на людей. Кого-то она может запугать до, соответственно, состояния беспросветного лоялизма, кого-то наоборот, кому-то она может напомнить, да, детские годы, вот, и вызвать в избирателе мстительное чувство, что тогда-то вот в этих самых местах вы меня всячески обижали и терроризировали, а сейчас я, как свободный совершеннолетний избиратель, приду и вам тут такого наголосую. Хорошо, а шатер на улице как, на ваш взгляд, может повлиять? Вы знаете, всякая неконвенциональная обстановка, она, конечно, подчеркивает несерьезность происходящего, особенно учитывая, что у нас с вами существует традиция. Люди ходят, голосуют уже не первые десяток лет. И если это всегда происходило в школах или в школьных спортивных залах под торжественными портретами кандидатов, и вдруг это начинает происходить в парке возле фонтана, то да, это меняет формат мероприятия, это действительно так. Это по поводу избирательных участков, по поводу участковых избирательных комиссий. Должна пару слов об этом тоже сказать. Участковые избирательные комиссии – это низовой, в хорошем смысле, фундаментальный уровень нашей избирательной системы. Наиболее многочисленные и те, кто имеют дело непосредственно вот с самим избирателем. Значит, как выше выглядит эта вертикаль, хотя, надо иметь в виду, это не вертикаль. Избирательной вертикали у нас не существует, представитель ЦИКа на это довольно часто жалуется. Центральная избирательная комиссия не руководит избирательными комиссиями субъектов и территориальными избирательными комиссиями. Но эти ступени выглядят следующим образом, если не называть их вертикалью. Это ЦИК. ЦИК работает на постоянной основе, возглавляет эту систему, но не руководит ею, организует выборы федерального уровня. Избирательные комиссии субъектов также работают на постоянной основе, организуют выборы на территории субъектов. Территориальные избирательные комиссии на территории городов и районов, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные и, наконец, вот эти самые наши с вами участковые избирательные комиссии. Члены участковых избирательных комиссий обладают своими полномочиями на пятилетний срок. Значит, они у нас на пять лет комиссии формируются. Существуют члены с правом решающего голоса, существуют члены с правом совещательного голоса. Кто имеет право вносить предложение в УИК, то есть кто кандидатуры, собственно говоря, туда представляет? Это представители партий, это представители муниципальных образований и это собрание избирателей. Вот эти вот все люди вносят в территориальную избирательную комиссию свои кандидатуры. ТИК формирует эти самые УИКи вот на этой пятилетней основе. Значит, к вопросу о забастовке УИКов. Выгнать члена УИКа из состава УИКа довольно затруднительно. Для этого он должен систематически не исполнять свои обязанности. То есть, если он один раз не пришел, то это не является никаким основанием для того, чтобы он перестал быть членом, а члены являются членами на пятилетний срок, как я уже сказала. Значит, для того, чтобы комиссия могла принимать решение проголосовать по любому вопросу, включая утверждение своего протокола, должен быть кворум. Кворум не будет достигнут, если не придет соответствующее количество членов УИКа. В некотором количестве УИКов, что называется, больше членов, чем необходимо. То есть, у некоторых есть такой запас, который они могут все призвать, ну, потому что, кроме вот таких вот чрезвычайных политических обстоятельств, есть же еще простые вещи, да, все люди, все болеют, не могут, уезжают и так далее. Поэтому запас какой-то может быть. Соответственно, какие-то УИКи могут справиться с той ситуацией, когда к ним придет меньше людей, чем им нужно. Ну, скажем так, чем они ожидали. Но есть те, которые из-за этого потеряют свой кворум и, соответственно, не смогут принимать решение, и некому будет подписывать протокол. Может действительно возникнуть такая проблема, даже без чьей-то злой воли, а просто из-за того, что, ну, опять же, как гласит Конвенция защиты труда, которую подписала в том числе и Российская Федерация, каждый может без каких-либо последствий покинуть рабочее место, если у него есть основания полагать, что работа несет угрозу его жизни и здоровью. А мы переходим к нашей следующей рубрике. Отцы великие теоретики и практики. Я напомню, вы смотрите программу «Статус». На YouTube-канале «Эхо Москвы» идет трансляция этого эфира. И у нас рубрика «Отцы». Кто отец? Он коллективный, как в прошлый раз? Он у нас двойной. Такой у нас тоже был. Помните «Тираны-убийцы» у нас были тоже двойные? Да. Но сегодня наши отцы – это два брата, что интересно. Один из них, может быть, точно назван теоретиком, не знаю, великим ли, но выдающимся, точно. Но и практиками они тоже были. Это два брата – Жозеф и Ксавье де Местр. Один из них – это дипломат и политический философ, другой – это писатель. Оба они связаны своей судьбой непосредственно с Россией, хотя, как понятно из имен, это два французских автора и савойских подданных. Это тоже важно, потому что они оба находились в сложных политических отношениях со своей, так скажем, духовной родиной и со своей родиной политической. Жозеф – старший брат, более серьезный человек, вот этот самый дипломат и философ, а Ксавье – военный художник и писатель. А он, собственно говоря, нам чрезвычайно сейчас актуален, поскольку он автор произведения, название которого написано на нашей доске. Это «Путешествие вокруг моей комнаты». А Ксавье де Местр, когда… То, чем мы занимались все с вами последние два месяца. И вот теперь, когда вроде как у нас есть возможность путешествовать не только вокруг своей комнаты, полезно вспомнить, как люди раньше переживали такого рода положения. А Ксавье де Местр, будучи молодым человеком и военным, за какое-то происшествие, по-моему, даже какой-то дуэль, был посажен под домашний арест. И в этом домашнем аресте провел, по-моему, даже месяц. Значит, да, из-за участия в дуэли все правильно, именно так и было. Сидя в крепости, в довольно приличных условиях, судя по тому, что он описывал, он написал эту самую книгу «Путешествие вокруг моей комнаты», которую пользовался большой популярностью, и он потом, уже будучи в России, написал вторую под названием «Ночное путешествие вокруг моей комнаты». Вторую я не читала, а первую читала. Это очень милая вещь, она действительно прелестная. Он сидит в запертии и, глядя на каждый предмет, который представляется его взору, вспоминает, что с ним связано, и вот каким-то образом его описывает. Там есть пассаж, который, в общем, очень здорово отражает умонастроение тогдашней интеллигенции. Да, кстати, когда все это происходило, я так говорю, как будто все, собственно говоря, знают, когда это все было. Период, скажем так, активной жизни этих обоих братьев – это первая треть XIX века. Как все почти люди, родившиеся в середине и конце века XVIII, они имели действительно довольно фантастические биографии. Так вот, значит, Ксавида Местер пишет, среди всего прочего, что вот, мол, представляю я себе, значит, некое многолюдное собрание, светский раут, значит, красавиц и кавалеров, музицирование и танцы. И вдруг, вот представьте себе, что в этот момент входит туда белый медведь. Я не знаю, почему белый медведь, но мысль автора представлялся белый медведь. И говорит, а давайте вот мы вместо того, чем мы тут занимаемся, давайте мы все будем убивать друг друга. То есть белый медведь фактически черный лебедь получается. Да. И страшно подумать, пишет Ксавида Местер, сколько людей из тех, кто вот сейчас присутствует в этой комнате, откликнутся на этот призыв. А сколько из них думали об этом и до того? Понятно, о чем он думал, да? Как, опять же, думала вся европейская интеллигенция в это время, он думал о французской революции и ее последствиях. Собственно, его брат, выдающийся философ, тоже всю свою интеллектуальную мощь посвятил анализу вот этого вот невероятного, потрясающего события. Как же так? Мы были такие культурные, такие просвещенные, мы, значит, дышали идеями человеколюбия и гуманизма, мы боролись с суевериями и жестокостью, а потом, как бы в результате всего этого, пришел белый медведь и началась резня. Вот, собственно говоря, та проблема, которая довольно часто, не хочется говорить периодически, но время от времени действительно встает перед коллективным разумом человечества. Оксавида Местер, кстати, стал потом посредством брака родственникам Александра Сергеевича Пушкина, он женился на тетке Натальи Николаевны Гончаровой, и вообще на руках ее умер, не в смысле тетки, а в смысле самой Натальи Николаевны, уже довольно-таки позже. Он у матери Пушкина в салоне ее был, и там даже стихи свои читал. В общем, оба они... Какое же компактное было время, я вам скажу. Слушайте, да, все знакомы были со всеми, все были со всеми в родстве. Значит, старший брат его Жозеф. Этот самый великий теоретик абсолютизма и клирикализма, почему мы, собственно, про него сегодня вспомнили, он был сардинским дипломатом, он 15 лет был послом Сардинии в Петербурге. Одна из наиболее известных его книг называется «Санкт-Петербургские диалоги» или «Петербургские письма», иногда ее переводят. А Жозеф Доместер был одним из тех людей, которые, вот размышляя над тем вопросом, который мы тут поставили, ребром, можно сказать, поставили в эфире, мол, как же так, да, отвечал на него в консервативном духе. Вот эти вот консервативные мыслители, так сказать, объясняющие необходимость самовласти и прелести кнута, они вообще интересные люди. Вот помните, Эдмунд Бёрк у нас такой был, по-моему, даже два раза он у нас был в отцах, настолько меня занимает это направление мысли. С одной стороны, кажется, что эти люди просто пытаются объяснить, оправдать любой ценой существующий порядок вещей, предпочитая его любым изменениям, потому что они видели те изменения, которые, по их мнению, привели к катастрофе. Жавма у них, да. Типа того. Значит, Деместр настоящий мракобес, он такой серьёзный мракобес, значит, он не просто сторонник абсолютистской монархии, он ещё сторонник светской власти папы, то есть он ультракатолик. Он один из теоретиков того интеллектуального движения, которое называется контрпросвещение. Опять же, о чём думали эти люди? Эти люди думали о том, что идеология просвещения привела к массовой резне. Следовательно, давайте откатим всё это назад. Опять же, он не просто проповедовал кнут и дыбу, хотя его там называли современники всякими соответствующими именами, как это, подождите, зловещий апостол, значит, апостол зловещей троицы, король, папа и палач. Вот, ну, действительно, навидавшись того, чего все эти люди навидались, они начинали думать о том, что любое, например, обсуждение, публичное обсуждение причин того, почему власть является властью, неизбежно ведёт к смуте. Власть, считал Жозеф Демистр, должна быть основана на неком убедительном, но нерационально обсуждаемом основании. То есть, проще говоря, фундаментом легитимности не может быть то, что Руссон называл общественным договором, потому что как только начинаются договоры, начинаются распри, а тут уже эти распри переходят в вооружённый конфликт. Следовательно, должно быть что-то, какой-то камень базовый, да, краеугольный, который нельзя сдвинуть. Ну, что такое может быть таким краеугольным камнем? Ну, только религиозное сознание, да? Значит, если мы верим в то, что каждый государь – это помазник Божий, мы не будем оспаривать его право на властвование. Это хорошая идея. Пока не наступает тот момент, когда религиозное сознание рассыпается. А если люди больше в это не верят, ну что тогда делать? Тут на историческую сцену выступает наш с вами любимый автомобиль-каратель. Опять же, люди об этом думать начали не вчера. И сказать, что они додумались до какого-то рецепта, который позволяет, ну, не хочется говорить, держать народ в невежестве, но каким-то образом эту публичную дискуссию затормозить и заморозить. Ну, на самом деле, нет. 15 лет он счастливо провёл в России, где, в общем, эти мысли вызывали довольно значительное сочувствие. Надо сказать, что он очень обаятельный и убедительный автор. Если вы его читали, он пишет прямо вот хорошо. Он пишет не замысловатым языком 18 века, но и не романтической риторикой, которая во Франции вошла в моду в это время. Он пишет довольно кратко и сурово, но довольно убедительно. Вот он из тех консервативных публицистов, которых действительно читаешь с увлечением. Поэтому почитать-то его стоит. У него были, конечно, как у всех людей, мыслящих в эту сторону, некоторые такие фашизоидные мысли. Типа того, что война периодически необходима, потому что она очищает общество от каких-то там ненужных ему бесполезных элементов. Значит, революция – плод божественного замысла, которая, значит, покарала либеральное дворянство и священство, которое отступило от Бога вот этим вот самым всем безобразием, которое произошло. Но, понимаете, это всё не отвечает нам на главный вопрос. Хорошо, значит, если мы не хотим насильственных потрясений, мы хотим только всё время Богу молиться, лоб расшибать и слушаться государя. А опять же, а что делать, если это перестаёт работать? Каким образом можно? Молиться сильнее. Можно сделать это положение вещей перманентным. Парад провести. Что интересно, такого рода философия довольно легко переходит в свою противоположность. Считается, что он, кстати, повлиял на Льва Толстого, который, размышляя в ту же сторону, а именно задаваясь вопросом, как можно оправдать политическое неравенство, как можно оправдать то, что власть является властью. Трудно. Или, в общем, почти никак. Либо мы говорим, что она должна служить общественному благу, тогда мы начинаем драться на тему, что есть общественное благо и кому в данный момент оно должно принадлежать. Либо мы говорим, что оно от Бога, его не трогайте. Поэтому от крайнего абсолютизма к анархизму, на самом деле, перейти довольно легко. Вот таковы приключения европейской мысли в этом направлении. А мы с вами переходим к нашей заключительной рубрике. В этой рубрике Екатерина Михайловна отвечает на ваши вопросы, которые вы оставляете в день эфира в соцсетях их Москвы. Под анонсом этого эфира Дарья Юрченко спрашивает. Сегодня активистки Юлии Цветковой предъявили обвинение в распространении порнографии и грозят 6 лет заключения за рисунок его ВКонтакте. Мы изо всех сил привлекаем внимание к проблеме. Сегодня в нескольких городах проходили пикеты. Но достаточно ли этого, чтобы защитить Цветкова от несправедливого обвинения? Что делать дальше, чтобы помочь ей? Я знаю об этом деле. Оно тянется много месяцев. Я знаю по чьей инициативе. Оно было возбуждено. Пока будет такого рода невнятное, мутно написанное законодательство, будет возможность для всякой инициативы на местах, которая заключается в том, чтобы на пустом месте возбуждать уголовные дела. Там, я напомню, речь идет о том, что ВКонтакте были опубликованы какие-то рисунки, которые имея соответствующее воображение, можно принять за изображение каких-то частей тела. А можно не принять. Значит, у нас уже было множество разъяснений Верховного суда по подобным делам, в которых Верховный суд велел учитывать при возбуждении уголовного дела аудиторию. То есть если у вас в ВКонтакте 33 подписчика, 33 богатыря вас читают, то это не является массовым распространением даже какого-то нехорошего экстремистского контента. Значит, что можно сделать по делу Юлии Цветковой? Ну, слушайте, у нас набор инструментов какой был такой и остался. Хороший адвокат, там, насколько я понимаю, произошло в этом отношении некоторое улучшение. Адвокат должен быть, скажем так, на стороне своего клиента. Как минимум, да. Необходимый минимум. И при этом он должен быть достаточно активен для того, чтобы это дело приобрело какую-то известность. Ну, а дальше вступают публичные инструменты, петиции, публикации, одиночные пикеты. Порадуемся, кстати, что завершение режима самоизоляции, по крайней мере, в Москве, очевидным образом должно обозначать возвращение хотя бы одиночных пикетов в качестве формы публичной активности. У нас всю прошедшую неделю продолжали задерживать людей, которые на эти одиночные пикеты выходили. Дальше было, как обычно, совершенно рандомное назначение наказаний. Сегодня одному человеку дали почему-то 18 суток ареста, другим там ничего не давали, или выписывали тысячу рублей штрафа, или кому-то даже 500. Но, тем не менее, значит, нет самоизоляции, значит, есть пикеты. Нет ножек, нет мультиков, есть ножки, есть мультики. Соответственно, весь этот инструментарий возвращается нам в руки. Ярослав Шенкаренко ставит вопрос ребром. Планируете ли вы принять участие в пребесците, наблюдать, голосовать, электронно или традиционно? Каковы ваши аргументы в пользу такого решения? А для того, чтобы наблюдать, надо было побеспокоиться пораньше, наблюдатели у нас могут проходить только через общественные палаты. Краткость сроков, в которые организовывается голосование, оно еще и имеет вот такой вот эффект, что те люди, которые, может быть, бы хотели в нем с разных сторон поучаствовать, просто не имеют такой возможности, поскольку все это происходит очень стремительно. Я, поскольку в Москве, я собираюсь зарегистрироваться на этом самом электронном цифровом избирательном участке, мне любопытно на это дело посмотреть. Пока, вот что называется, глядя из сегодня, мое намерение состоит в том, чтобы прийти и проголосовать. Я вообще большой сторонник участия. Электронно, в смысле? Вообще всего, несчастных членов комиссии, но и простые избиратели подвергаются риску. Меж тем, электронное голосование не имеет таких, так сказать, оборотных сторон. Поэтому я лично для себя... Кто бы мог представить год назад, когда мы обсуждали электронное голосование, что через год... Мы скажем такое. Вот видите, нет никакого универсального рецепта на каждое избирательное действие. Каждый раз придется думать по-разному. Конечно, есть большой соблазн выработать себе такую позицию, типа я никогда или я всегда. Да, но нет, не получится. В президентских выборах 2018 года я не участвовала. В смысле не участвовала, в смысле не голосовала на них. А интересно, в каких будете. Ладно, Саша Карпов спрашивает. Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, предстоящие 9 августа президентские выборы в Беларуси. Еще в прошлый раз хотели немножко коснуться того, что там происходит. Так, в двух словах, ваш взгляд. Недостаточно я знаю о белорусской ситуации, чтобы рассуждать об этом улубленно. Есть хорошие специалисты, регионалисты, которые этим занимаются и об этом пишут. Но не могу не видеть, что действительно, так сказать, поколение автократов, пришедших к власти в ранние 2000-е, начинают сталкиваться с теми вызовами, которых они раньше не знали. Или, по крайней мере, которые раньше для них были легко преодолимы, а сейчас уже нет. То, что проходило легко и вообще не вызывало никаких вопросов, вдруг начинает оказываться проблемой. Мы видим активность, скажем так, белорусского избирателя, который стремится, по крайней мере, часть из них проголосовать за альтернативного кандидата. 20-е годы будут, в общем, вот про это. Выборы провели, а дальше начинаются всякие сложности. То есть я вижу то сходство режимное, которое, в общем, лежит на поверхности, но для того, чтобы рассуждать о кандидатах, об их повестках и даже о состоянии общественного мнения, у меня не хватает региональной экспертизы. 22 часа программа «Кейс», 23 часов до час ночи программа «Одна» Ольги Журавлёвой. Всего доброго. Это была программа «Статус» Екатерина Шульман. Спасибо. Это была программа «Екатерина».